Здравствуйте! Вы смотрите программу «Туризм» и я, Виктория Гармашова, приветствую вас. Горнолыжный курорт «Рука» расположен недалеко от полярного круга и российской границы. На популярный зимний курорт Финляндии приезжают многочисленные семьи с детьми. Здесь предлагают разнообразные возможности для активного зимнего спорта и отдыха. Давайте сейчас вместе со мной отправимся на зимние каникулы в Финляндию. Олени являются неотъемлемой частью жизни и природы Арктики. В мире принято считать оленей только лишь маленькими помощниками Санта-Клауса. На самом деле, значение оленей на севере значительно большее. Разведение и уход за этими животными составляют большую часть жизни населения Северной Финляндии. Вы можете сами почувствовать это. Гости Лапландии постоянно приезжают на оленеводческие фермы, чтобы понаблюдать за оленями и, конечно, покататься. Традиционная финская забава – езда на северных оленях. И все туристы, находясь в Лапландии, обязательно заказывают этот тур. Оленевод Яшка загляделся в камеру. Да и русского языка не понимает, поэтому не сразу отреагировал. А мне было весело и хорошо. Хотелось петь от радости, что я и сделала. Мы поедем, мы помчимся на оленях, к утрам ранним. На-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Мы боремся прямо в снежную зарю. Э-э-эй! Ты узнаешь, что напрасно называют Север Крайний. Ты увидишь, он бескрайний. Я тебе его дарю. Саня, на которых едут туристы, покрыты теплой оленей шкурой. Можно садиться по два человека и прокатиться пару кругов по лесу. Что с удовольствием делают и взрослые, и дети. Находясь на ферме, можно покормить оленей с рук. Это так забавно. Самая любимая для оленей еда – это оленей мох или ягоди. Для них это как шоколад для человека. Ты нехороший. На-на-на-на-на. А тебе тоже. Тебе-то медному не достается. Вот, вот сюда давай мордашку. Вот так. Вот так три. Три сразу мордочки. Такие хорошие. Кстати, губы них очень нежные. Оп, на-на-на. Небольшое количество питательных веществ олени получают из ягеля, оленево мха, веточек и других растений. Если питания недостаточно, то в зимнее время олени могут потерять примерно 20% своего веса. Однако животные никогда не остаются совсем без еды, даже когда зимой снег полностью покрывает землю. Копытом олень разрывает снег и находит свое любимое лакомство – ягель. Они единственные из крупных млекопитающих, которые легко усваивают углеводы, содержащиеся в лишайниках. Пастухи также заботятся о дополнительном питании для них. Мне разрешили зайти в загон, покормить животных. Это, скажу я вам, небезопасно. Их рога могут случайно поранее человека, когда они совсем рядом выхватывают из рук свое любимое лакомство – ягель. Вот такие они, северные олени. Сказала я и поспешила выйти из загона, так спокойнее. Сегодня поголовье оленей Финляндии насчитывает около 200 тысяч особей. Они очень хорошо приспособлены к резким температурным режимам, которые легко могут достигать летом плюс 30 градусов и зимой до минус 40 градусов. Мех хорошо защищает оленя от холода зимой. К весне снег уплотняется, и олень переходит на питание древесными лишайниками или забирается на вершины сопок в поисках питания. Разведение оленей ведет свое начало с давних времен – охоты на диких оленей. Северные жители постоянно вели приручения диких животных и превращали их в домашних. Олени дают людям молоко и мясо. Кроме того, их шкуры служат сырьем для изготовления очень теплой одежды, сувернирных поделок и различных инструментов. Ежегодно в мае рождается около 130 тысяч оленят. Новорожденные детеныши весят около 7 килограммов и очень быстро растут, удваивая вес в течение первого месяца со дня рождения. Для оленеводов наиболее горячее время – это время маркировки молодых оленей. Загоны молодых оленей отлавливают с помощью веревки с петлей на конце. После чего оленю маркируют ухо с указанием имени хозяина и клички матери. Летом отпускают кормиться на волю, а к зиме вылавливают, чтобы содержать стадо в загоне. На ферме имеется своеобразный тренировочный тренажер для поимки оленей. Чтобы заорканить оленя, оленевод достает длинную веревку, делает такие большие петли. Сейчас я это тоже делаю, да? Вот. И набрасывает на рога. Что я сейчас попробую сделать. Вот. А потом вот так вот натягивает. Вот так вот. Вот так оказывается не совсем уж и просто арканить оленя за рога. И потом оленевод уже его ведет в свое стадо. Кстати, любой желающий турист может попробовать заорканить таким образом оленя. Животных издавна использовали для езды по тундре и перевозке. То есть в качестве тягловой силы. Раньше по заснеженной Арктике оленеводы не ездили на санях с полозьями. 200 лет назад было придумано вот такое приспособление, похожее на лодку. По-фински называется пулка. И оленевод садился в него. Впереди был олень и по непроходимому лесу было удобно очень ездить в этой пулке. Кстати, на ферме при желании туристов угощают горячим кофе с булочками в домике или в чуме. Олениот Яшка был рад нашему знакомству и решил передать привет. Жители Самары, приезжайте на курорт Рубка в Лапландию на нашу ферму. Мы вас покатаем на оленях. Всем привет! Субтитры подогнал «Симон» Когда будете в Финляндии, обязательно посетите оленеводческую ферму. Может, вы встретите красноносого оленя по имени Рудольф? Это принесет вам удачу. Я его встретила, и он повез меня к Деду Морозу. То есть Санта Клауса. Ой, по-фински Йолупуки. О финском дедушке, который живет в Лапландии, я вам обязательно еще расскажу. Северное сияние чаще всего можно наблюдать в Финляндии в середине августа по апрель месяце. Это световое зрелище можно увидеть в чистом небе в темное время суток. Сияние происходит во время взаимодействия солнечного ветра с магнитным полем Земли. К сожалению, это явление невозможно предсказать. Поэтому существует поверье, что если вы увидите северное сияние, то это обязательно принесет вам удачу. Смотрите программу «Туризм», и вы узнаете много интересного о разных странах мира и российских курортах. До новых путешествий! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова